Добрый день. Сегодня я покажу комбинированный способ, каким я затачиваю ножей. Я думаю, что это наиболее оптимальный способ для хорошей заточки. Комбинированный, а именно использую и дрель и водный камень японский. Как я уже рассказывал, затачиваю я двумя видами шкурок, это 120 и 320. Вот я сразу накрыл вот такую вот шкурочку, наждачку 320 и вот такой у нас здесь тупенький ножек, который я как-то показывал в одном из своих выпусков. Я его опять затупил, он в общем-то даже не хватает. Вообще тупил, что водит как по бетону все равно. Попробую его заточить таким комбинированным методом, о котором я вам рассказал. Итак, берем дрельку с налинченной насадкой над полотенцем, потому что все это летит на самом деле. Кстати, один из минусов такого способа заточки, почему не рекомендую это делать на кухне, потому что порошок все-таки летит. надо подстилать что-то и желательно это делать где-то в ванной или в специально отведенном помещении, иначе у вас все будет в металлическом порошке. И посуда, и мебель, и так далее. Но в данном случае, я думаю, что тут много не снимем, поскольку один ножик. Итак, начнем. На себя вращение. Вращение. Как я уже рассказывал, максимальный крутящий момент, выставляется режим дрель, почему на себя, тоже объяснял, стружка если будет лететь, будет лететь вниз, обратной стороной то, чем на режущую кромку Проверяем Проверяем Смотрим предварительный результат Что получилось Уже цепляет Для кого-то это уже замечательно Берем дальше водный камушек Причем я иду сразу на трехтысячный камень Поскольку после такой мелкой наждачки, как видите, в этот раз я пропустил 120 Сразу пошел на 320 И здесь я пропускаю тысячный камень и сразу иду на трехтысячный Значит, шлифую я его таким образом Видно? Вот таким вот возвратно-поступательным движением По японскому методу По японскому методу Немудросту и лукаво Тут нужна определенная сноровка, о которой я уже рассказывал Вначале Почему я его не пользовался Нужно чувствовать, когда камень цепляет металл Можно просто так махать И все без толку Ну вот эта процедура у нас занимает определенное время Те самые 10 минут Ну, хотя бы по 5 минут с каждой стороны Чтобы это действительно возымело результат Труднее в обратную сторону Тут, так сказать, надо сделать симметричные движения Вот и видно ли вам Как там умение Мне неудобно, что ли Но я пытаюсь выдержать полную симметрию От кончика к пятке и обратно Вот такими движениями мы точим этот ножик Минут 5-10 Минут 5-10 Возьмем сухую листью бумаги Ну, вот Вот все Вот Рез Абсолютно Абсолютно Гладкий Без всяких заусенцев Ну, ножик толстый довольно-таки Можете подорвать Вот Весь В принципе, вот Режем Режем Абсолютно Режем 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...